Ювелирное искусство было и остается визитной карточкой Дагестана. За прошедшие века оно пережило несколько периодов расцветов и застоев. Было даже время, когда считали, что ювелирное дело потеряно навсегда. Сегодня же есть хороший повод поздравить всех, кто болеет за будущие ремесла. Более чем на 1 миллиард рублей в 2017 году было произведено народно-художественных промыслов, что больше на 1,3% чем в 2016 году. По этим и другим показателям Республика Дагестан сохраняет лидирующие позиции, среди регионов Российской Федерации. Только в 2016 году мы в поддержку народно-художественных промыслов непосредственно мастеров, ювелиров, скульпторов, художников провели как минимум 30 выставок именно в Центре народно-художественных промыслов и более 80 выставок за пределами Республики Дагестан. Не случайно это, что Министерство по туризму и народных промыслов открывает это место в культуре. Вот это есть как раз тот вклад в культуру, тот вклад в искусство Дагестана, тот вклад в народное искусство Дагестана. Необходимо, чтобы вот такие представители, которые создают значимые произведения, которые получили большое признание, чтобы они были стипендией Республики поддержаны. Первая персональная выставка в творческой жизни мастера-ювелира Магомед Гаджи Магомед Гаджиева оказалась знаковой. Своеобразный подарок в Международный день ювелира ценителями ювелирного искусства от Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана. В Центре народно-художественных промыслов подобные выставки стали доброй традицией. Тот факт, что мы открываем сегодня, это является возрождением, имеется в виду, да, и восстановлением имен, имеется в виду тех династий, которые прославляли Дагестан более 100 лет. Его предки, имеется в виду, которые занимались отходничеством, они работали в разных городах России. И сегодня, значит, Гаджи, Магомед Гаджи Саидович, он один из таких, имеется в виду, самобытных, уникальных мастеров. Сегодня очень большое внимание мы уделяем Министерству по туризму народных художественных промыслов именно возрождение, это самое, и сохранение искусства, народных искусств, именно тех династий, которые генетически были связаны с этим искусством. К этой выставке Магомед Гаджи Магомед Гаджиев готовился давно и серьезно. Экспозиция, а это более 100 экспонатов, своеобразный профессиональный итог последних восьми лет. Первоначально, в 2010 году, у меня зародилась идея создать, мне интересно было, как сделать ажурную филигранную базу. Я начал с эскиза. Я сделал эскиз, потом, где изменял ее, в течение определенного времени. Общей сложностью на нее у меня ушло полтора года. В течение полтора года я ни к чему больше и не прикоснулся. Это была моя первая работа. Вот с этого времени у меня, раз думаю я, если уже созрел, думаю делать такие работы, мне надо делать выставку, ну свою, которая называется персональной. И с этого времени, получается, чуть больше восьми лет, я работал на эту выставку. Современным ювелирам есть на что опереться, с кого брать пример. Почти все они – преемники дела своих династий. Видимо, на генетическом уровне у нашей нынешней молодежи, нынешних, вот это вот все происходит в жизни, что они очень усидчивы, очень любят то, чем они занимаются, и создавая уникальные, красивые произведения, создает радость. В Дагестане очень много мастеров занимается ювелирным искусством. Но нас радует, когда значимые произведения создают, когда появляется возможность ювелира сделать персональную выставку. Не так легко делать саму выставку, потому что собирать надо произведения. Еще труднее их создавать, придумывать, сочинять. Поэтому у него уникальный, хороший почерк, замечательный. Я думаю, что вместе с Комитетом народных промислов, вместе с Союзом художников, мы, безусловно, определим награду и звание почетное. Он заслуживает. И то, что он заслуживает, я вижу по лицам сегодняшних зрителей, которые здесь радуются, смотрят и в хорошем настроении. Магомед Гаджи Магомед Гаджиев – потомственный ювелир в пятом поколении. Он продолжает традиции своих предков, унаследовав от них секреты мастерства. Сегодня он привносит новые краски, проставляет неожиданные акценты. Художник владеет всеми способами обработки драгоценных металлов. Филигранью, гравировкой, литьем, чеканкой, перегородчатой эмалью, органично используют драгоценные и полудрагоценные камни. Но тончайшее драгоценное кружево, филигрань, безусловно, можно считать его знаком качества. Его филигран очень тонкая, очень чистая, изящная. По его работам видно, что он очень любит то, чем он занимается. Когда человек очень любит то, чем он занимается, у него, безусловно, будет успех. И он никого не копирует. Он своим почерком и свое видение, свой взгляд показывает нам сегодня здесь, представляя свои произведения на суд зрителя сегодня в этом зале. Поэтому каждому художнику важно иметь свой характерный почерк, никого не копировать, быть на себя похожим. Наряду с династией Магомед Гаджиевых и другие мастера в Балхаре создавали уникальные женские украшения и холодное оружие. Во всех работах автора легко увидеть традиционные мотивы. Сохранять и развивать национальное искусство для мастера принципиально важно. Любая вещь, которая делается, она должна быть индустриальной. Она должна быть ни на что не должна похожа. Ну, исходить из нашей традиционной ни на кого не похожа. Ни на узбекский, ни на татарский, ни на туркминский. У нас же какие колоритные такие изделия, которые, я уверенно могу сказать, нету равных. Удивительное такое совладение, что обычно у людей такой есть образ, что в Балхаре только балхарская керамика развита. Это же развитец центра балхарской керамики. Ну, вот такое интересное дело, значит, Магомед Гаджи показывает, что не только балхар, и балхари умеют работать с керамикой, но и работают и серебром, и золотом. Магомед Гаджи – это один из немногих мастеров, который сохраняет традиции в дагестанском прикладном искусстве, своим творчеством вносит неоценимый вклад в развитие и сохранение нашей рациональной, традиционной промыслу. И в каждой его работе видно, что он вкладывается и своим трудом, творчеством, трудолюбием, и частицы своего тепла он отдаёт в каждой работе. На протяжении многолетнего творческого пути Магомед Гаджи Магомед Гаджиев не только отточил своё мастерство, но и стал настоящим художником в своём деле, выработав собственный стиль. Он утверждает, что аккуратность, прекрасная техника и хороший глаз – далеко не самое важное в профессии ювелера. Главное – полёт фантазии. Магомед Гаджи – один из тех мастеров, которые самостоятельно занимаются всеми этапами производства изделия – от разработки эскизов до гравировки. Магомед Гаджи Магомедов я знаю ещё с 80-х годов прошлого столетия. Мы вместе работали в ней в художественной промышленности, и разрабатывали образцы художественных изделий для предприятий народно-художественных промысла Северного Кавказа. Десятки его работ внедрены в производство этих предприятий. Он проявил себя как талантливый филигранщик. И в дальнейшем он работал именно в этом направлении – направлении филигранья. Он до того усовершенствовал своё искусство, что уже на его работах невозможно увидеть, где пайка, как соединены детали. Очень он аккуратно всё это подгоняет, хорошую отделку делает. Вот его основная… вот филигран, искусство филигранья занимались многие в Дагестане. Это основные выпускники художественного училища. Но такие крупные вещи, как он, шкатулка, ваза, такие вещи делал только народный художник СССР Магомед Казиевич Джамалудинов. Только ему подсильны были такие крупные формы. Потому что это очень трудоёмкий процесс. Я вижу, что Магомед Гаджи уже достиг, почти достиг его уровня. Я думаю, в некоторых частях даже преуспел в сочетании с эмалью, с поделочными камнями вещей, именно вот шкатулка его последняя. И вот ваза так. По форме она немножко напоминает вазу Магомеда Казиевича тоже, конечно. Он, видимо, оставил себе цель сделать такую же примерно работу, чтобы достичь его же уровня. Выставочный зал Центра народно-художественных промыслов на Вернисаже был переполнен. Коллеги, друзья, родственники, односельчане пришли поддержать Магомед Гаджиев в столь ответственный день. Много тёплых и лесных слов было сказано в его адрес. Прославленные мастера ювелирного дела сошлись во мнении, что Магомед Гаджи Магомед Гаджиеву необходимо передать секреты мастерства следующим поколениям, создав собственную школу. На моих глазах происходило постановление Магомеда Гаджиеву. Я помню, как он учился. Он учился вместе с моей племянницей, был старостой, активным, образ жизни. Вот как мне здесь уже говорил Ганзатский, значит, передуши наши поколения волхарцы, если Бог даёт одно, Он просто одно не даёт. Если с ними, ну как мы знаем, поэзия, музыка, изобразительное, декоративное искусство, это всё, если один владеешь, оно взаимосвязано. И наши дети тоже должны вот так же проходить это всё, изучать. И вот то, что образец культуры, образец вот этого мастерства ювелирного на самом пике, незаметно, вот так этих грешин достиг наш Магомед Гаджиев. Я хочу, чтобы у него, не только он своим ремеслом удивил своими работами, но чтобы у него школа была, чтобы министерство, правительство, чтобы для него именно гранты, именно школу для него создали, чтобы он мог после себя не только такие красивые работы, после того, как он в музеях, чтобы мы говорили, чтобы говорили, вот это его школа, это его ученики. Традиции, новейшие течения и метаморфозы ювелирного искусства гармонично сплелись в изделиях Магомед Гаджи Магомед Гаджиева. Известные мастера ювелирного дела отмечали в авторе удивительное чувство архитектуры изделий. В своих работах он немногословен. Простая, ясная композиция, чистота и при этом невероятная сложность исполнения, чего стоят его филигранные шахматы, которые стали визитной карточкой мастера. Сегодня ювелир продолжает творить, создавая разноплановые по красоте и исполнению ювелирные изделия и передает мастерство своим детям, которые стали ювелирами уже в шестом поколении. Он сохранил не только искусство, он его передел своему сыну Загидину, который является сегодня призванным мастером в нашей республике. Его филигранные работы по технике филиграна являются самыми трудоемкими, но однако его композиционные, решенные изделия и ажурный филигран, и вазы прокуративные, его шахматы, которые сегодня можно сравнить с самыми известными работами российских мастеров, даже его можно сравнить с яйцами Фаберже, которые сохранили его, послалили его имя. Это является его шахматой, и серебрац филиграны вагомет Гадзеев. И все, которые сегодня присутствуют на выставке, они фактически были в восторге от его работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова